Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Иллижа Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим заниматься продажей, покупкой и обустройством домов в игре под названием Estate Agent Simulator. И первое, что нам нужно сделать, это отправиться в район, где мы сдаём наш первый дом, собрать квартплату, о, плату за дом, да, это у нас вот здесь в шордиче, по-моему, и параллельно сфоткать другие дома, привести их в порядок и тоже выставить на продажу, на сдачу, чтобы мы могли зарабатывать деньжата много и каждый день желательно. У нас есть несколько домов, располагаются они, вот этот следующий дом наш, этот мы не стали покупать, потому что, ну, выглядит он не очень, да и стоил на самом деле довольно дорого. Во-первых, нам нужно сфоткать вот этот дом, давайте возьмём наш планшет, Так, а где у нас тут камера? И оба-на, оба-на, на фоне красивой девушки, почему бы и нет? Такс, выходим из планшета и давайте сфоткаем его внутри. Как? Откуда грязь? Мы же здесь убирались. Вот так ничего себе. Пока нас тут не было какие-то негодяи, по-другому и не скажешь. Забрались внутрь и замусорили дом. Вообще-то это частная собственность. И, друзья, если вам понравится этот видеоролик, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. А я пока сфоткаю, пока вы ставите лайк, друзья, не забывайте, ха-ха, мне будет приятно. Я сфоткаю внутреннее убранство. Ну да, у нас тут есть несколько стульев, точнее кресел, есть диван, есть телевизор. Мы поставили даже цветок, чтобы воздух был свежий всегда внутри. И теперь этот дом можно выставить на продажу. Такс, информация о доме. Это у нас не здесь, это у нас вот тут веб. Цена, подожди, а какой это дом? Комната, а какой дом это, слушай? А какой это дом? Адрес Notting Hill. Подожди, а какой это дом? Дом, пятнадцатый, подожди, пятнадцатый номер дома? Там написано номер дома? Дом, вот, дом пятнадцатый, все, супер. А то я все никак не мог понять, что это за дом. Тут у нас красивая девушка, красивое внутреннее убранство. И сдавать мы этот дом будем за три тысячи баксов. Дешево? Пять тысяч баксов? Хотя, погоди, там же была цена, которую, скорее всего, и стоит, да. Да-да-да, мы ее будем сдавать за шесть двести. Я-то смотрю, что-то не понимаю, а оказывается, все я понимаю. Слишком маленькая цена, шесть двести. Опять не туда зашел. Так, шесть двести, друзья. Я думаю, это то, что нужно. Вот, и теперь строка пошла вперед. Средняя цена, грязные ценности, один процент. Отправляем объявление и ждем, пока люди придут и захотят этот дом сорендовать. Это будет здорово. На новый дом, пока денег не хватает. Новый дом стоит порядка двадцати тысяч. А вот это наш постоялец. Добро пожаловать! Денюшку! Денюшку! Вот вы и пришли. Я пришел взять арендную плату. Я плачу прямо сейчас, вот и все. Давай сюда деньги. Тысячу шестьсот он заплатил. Очки было бы неплохо прокачать наши. А где они, кстати, прокачиваются? Веб, почта, криптовалютный рынок. Сейчас. А вот, друзья, тут написано навыки. Это Y. Я нажимаю Y. Ничего не происходит. Здесь я тоже нажимаю Y. Ничего не происходит. К сожалению, поэтому навыки прокачивать мы пока не будем. А вот у нас седьмой дом. Ух ты, ух ты, ух ты. Девушка, тебе не холодно, я надеюсь? Так, давайте, по-моему, этот дом я фоткал. По-моему, этот дом я фоткал. По-моему, я фоткал его, седьмой дом. Ээээ, нет, я его не фоткал, слушай. А я почему-то думал, что фоткал. Ладно, сфотоем заново. Это небольшая проблема. Камера, давай. Красивый внешний вид. Но опять, на фотке дом почему-то получается немного тускловатым. А чё, откуда здесь столько грязи-то? Ой, какое неприятное. Всё тут вонючее. Бутылки стоят. Нам бы охрану какую-то нанять, которая бы занималась тем, чтобы следила за домами. А если вдруг тут кто-то начинает хулиганить и безобразничать, приходила и давала по шее. Нет, ну вот вы это видите? Пятна непонятные и бесконечные на стенах появляются. Как будто бы какой-то полтергейст ходит по домам, бродит, приносит внутрь мусор, размазывает отходы по стенам. И ему весело. А мне-то не весело. Мне-то это вручную убирать нужно. Может быть, со временем получится, ну не знаю, нанимать клининговую службу, которая будет приезжать и доводить дом до ума. И я бы платил им. Почему бы и нет? Потому что вряд ли сотрудники, да, агенты по недвижимости, вряд ли они вручную все это сами убирают. Скорее всего, они нанимают клининг. Кстати, я не знаю, где еще грязь. Я ее просто не вижу. На потолке, на стенах ничего нет. Тут тоже я не вижу. Но вполне себе красивое жилье. Давайте сфотаем. 5% грязности. Это не страшно. Вот так. По-моему, неплохая фотка. Так, давайте выставлять теперь дом. На продажу, во-первых, снаружи. Красивая фотка. Ну и внутри это вот это. Цена будет, ну давай мы ее выставим, 1500. Недорого, но и недешево. Грязные ценности 6%. Я бы хотел лучше убраться, но я, честно, не понимаю, где грязь. Ну а теперь, друзья, нужно мчаться домой. Тут остановка есть. Возможно, там пришли клиенты, желающие снять это жилье. Было бы здорово. Так, где наш дом? Notting Hill. Дом-офис. Вот тут. Не знаю, в такой поздний час они придут. Никого нет. Никто не пришел, серьезно. Перевести. Отмена. Это наши дома, которые продаются. Кстати, это правда они. Судя по модельке. Прикольно. Иди домой и спи. А работать кто будет? Нет, я-то с радостью пойду домой и буду спать. Но работать-то кто-то должен. Мы-то сдали только один дом. Ладно. Видимо, я слишком много времени потратил на фотографирование. Поэтому вот так вот как-то оно и получилось. Не страшно. Не страшно. Не беда, не проблема. Сегодня планы у меня такие. Купить мебель. Телевизоры. Технику какую-то. Чтобы дома стали лучше. И чтобы денег они приносили больше. Так. Нет, я пока за квартплатой не поеду. Вон у нас, смотрите. Желающие заселиться в дом. Интересно. Опять что. Это ты здесь устроил? Пузан. 6200. Привет, я рад вас видеть. Добро пожаловать. Я хочу снять дом по объявлению на 24 дня. Но дом в объявлении об аренде имеет 1 плюс 1 комнату. Сумма аренды составляет 6200. Мы можем заключить сделку за 4? Нет, чувак. Ну это мало. Это ниже минимального порога. То есть. Ладно, если бы ты предложил там 5 с чем-то. Я бы еще подумал. Но... Нет. Я могу сделать небольшую скидку за 5600. Это большая скидка. Это 10%. Это правда много. Не повезло. Моего бюджета недостаточно. До встречи. Ну и стой здесь. А ты куда? Это-это-это-это. Ладно, давай ты. Я злюсь, что ждал. Чувак, ты ж видел, я разговаривал. Я не могу все бросить и обслуживать тебя. Че ты хочешь от меня? На 15 дней. За сколько? Не, пошел вон отсюда. Во-первых, ты меня нагрубил. Тот пухляш был хотя бы милый. О, доброго дня, Валерий. Давай, Валера, иди отсюда. Тот хотя бы был добрый. Я бы мог ему сделать скидку. А этому негодяю, конечно, нет. Что ты бы хотел бы, да? Что бы ты хотел? Дом объявлений стоит 1500. Так, давай, я сделаю небольшую скидку. Я за 1400 тебе его сдам. Ни вам, ни нам. Согласен? Я принимаю это, дружище. У меня нет другого выбора. Шикарно. А вот это сразу видно бизнес-леди. У нее 100% вводятся большие деньги. И за 6200 она дом снимет. Кстати, ты могла стать моей женой. Но я выбрал себе Александру. Ксения. Я хочу снять дом на 6 дней. Мне сегодня... О, она соглашается. Я сразу, сразу прочувствовал. Я уже разбираюсь, друзья, в клиентуре. Чувствую, да? По глазам читаю, на что способен человек. И сколько у него в карманах денег. Которые он готов дать мне. Чтобы я положил эти деньги в свои карманы. Изумительно. Так, ну и что? Поехали тогда, друзья, собирать квартплату. Можно проехаться, кстати, на нашем пикапе. Почему бы и нет? Получается, я прирожденный торговец домами. Ха. Ну, пухляша жалко. Блин, он такой милый был. Он хотел надолго заселиться. Может и стоило пойти ему навстречу. Но он бы жил целый месяц. Практически забесплатно. Ой, 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 ой. Надо машину менять срочно. Это не машина, а просто адский ад какой-то. Какая она бедная, несчастная. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Еле в поворот вошел. Полиция ездит. Но почему-то... Никольская. Но почему-то не следит за моими домами. Бомжи залазят в них постоянно. Нет, я не против. Если вам негде спать, зайдите. Ну, будьте аккуратными. Не будьте свиньями. Поспали, пошли дальше гулять. Давай, деньги. А то они ж приходят и... Что это за безобразие? Так, друзья, было бы неплохо. Съездите в магазин на аукцион. Каждую среду, да, аукцион? А у нас сейчас какой день недели? А у нас непонятно какой день недели. Здесь аукционов нет. Криптовалютный рынок. Может вложить деньги, слушайте, в Кики? Он постоянно падает. Биткоин тоже падает. Количество кошельков. Давайте купим Кики. И потом его продадим. Мне кажется, завтра он поднимется в цене. Абсолютно не разбираюсь в криптовалютах, друзья. Вообще нисколько. Ну, я знаю, что они есть, как бы, и цена у них скачет. Но от чего это зависит, не ясно. Бывают подъемы, бывают падения. Тут я просто понадеюсь на свою удачу. Вдруг повезет, и завтра он будет стоить в два раза больше. А сейчас непонятно. Ну, и раз пока на сегодня мы все с вами сделали, друзья, новый дом купить мы не можем, предлагаю вот что. Предлагаю... Тихо, тормози. Предлагаю... Аукцион, слушай. А давай попробуем поговорить с ним. Вдруг по нашему запросу он его откроет. Нет, только по средам, да? Сейчас пятница. Увидел, да? Пятница. Каждую среду аукцион. Давайте посмотрим, сколько стоят машины. А машины-то здесь красивые есть. Ух ты. Вот это просто! Ух ты. Ух ты. Чё произошло? Слышали? Что? Чё это было? Сезон охоты? Не за горами? Тело оленя? Привет, друг. Добро пожаловать. Я тоже хочу поохотиться. Сезон охоты ещё не наступил. Ладно. Тут можно будет охотиться и таким образом зарабатывать дополнительные деньги. А слышали звук? Будто бы авария произошла. Вау. Страшно. Так, ещё красивые машины. Здравствуйте. Чем я могу помочь? Я хочу продать свою машину. Итак, какой автомобиль? Этот автомобиль Ханда Акт. Моё предложение для вас 7500. Я подумаю над этим. Я машину купить хочу. Продаются у нас вот эти, да? 68 тысяч стоит. Но она красивая. Хотя это... Volkswagen, конечно, а не Mercedes. Тут написано Mercedes. Это... BMW? Получается BMW. BMW это. 84 тысячи. Нет, но я когда-то, наверное, заработаю на такую машину. 52, Corvator. Это Golf, по-моему, да? Красивая. Мне больше всего нравятся именно это. Диски обалденные. Краска на машине. Просто фантастическая. А, хорошо. А, хорошо. Я... Всё, вопросов никаких нет. Я понял, понял, понял. Всё прекрасно. Всё отлично. А? Показывают нам товар со всех сторон. Ха-ха-ха. Не прыгай. Это звуки от этих машин были странные. Они немного багуются, переворачиваются. И издают страшные звуки. А вот это бы... А? Камара хотелось бы тоже взять. ГТР. Какая-то странная. Какой-то Линкольн, наверное, с древней... Мазерати. Полиция. Так, а что у нас тут продаётся в автомате? О, я могу купить чипсиков. А интересно, если мы купим чипсиков, сможем жену угостить? Мы купили чипсиков. У меня голод. Надо поесть чипсов. Съесть. Оп. Давай выпьем вот это. Что за 3%? Это с женой у меня какие-то непорядки, да? Жена барахлит. 3%. Это 3% счастья в семье? Опять на мусор или в офисе? Ну, вы посмотрите на это. Жена, что там у тебя такое случилось, стряслось? Жена, рассказывай, ну. Саня. Добро пожаловать, дорогая. Твой был утомительным день. Это был очень утомительный день. Как прошёл твой? О, любовь моя. Ты можешь рассказать? Мне с удовольствием помогу. У меня кое-что есть на уме. Это то, о чем я думаю. Почему бы нам не завести ребёнка? Вы недостаточно богаты для этого, прости. Ты офигела? Э-э-э, Саня, ты чего? Ты чё такое говоришь? Недостаточно богаты? Ты моя жена. Вы, нет, вы видали это? Как бы жена такая. Ну, ты мало зарабатываешь, ребёнка не получишь. Что? Совсем что ли, подруга? У неё глаза какие-то странные. По-моему, они странные, реально. Один немного прищурен. Вы видите, что творится? Меня жена не уважает. Вы недостаточно богаты для этого. Ха! Может, она имеет в виду мы? Вот сколько она зарабатывает? Сколько денег она в дом принесла? Я, между прочим... Между прочим... Как дела? Нормально у меня дела? Как ты? У меня всё хорошо, я скучаю по тебе. Можешь дать мне немного денег? Ха-ха-ха-ха! Конечно, любовь моя. У меня 2300. Спасибо, любовь моя. Всё! Беру свои слова назад. Она у меня умница. Она зарабатывает. Редко в игре жена может приносить деньги в дом. А это прямо молодец! На машине мы пока ездить не будем. Будем экономить. Денег у нас на топливо нет. Поехали. В Шордич. Надо было в Нотин Килл ехать, наверное. Это разные районы. А то мне приходится пешком потом бегать. Ну, жена молодец. Я смогу просить у неё деньги каждый день. Выгодно иметь жену, если она даёт тебе каждый день по 2300 долларов. Это очень выгодное сотрудничество, выгодный брак. А? Деньги, 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 деньги! Ксюха, давай сюда деньги! Давай деньги сюда, Ксюшка. Ой, шесть. Моя ты хорошая! Будь моей женой! Я Саню выпровожу, а ты мне будешь давать по 6200 за дом и 6200 за то, что ты моя жена. Отличная идея! Отлично же было бы! Так, ладно, мужик, что тут у тебя? Сколько денег ты? 1650. Ну, да нормально. Давай сюда и... Пойдёт, пёс. Я не могу таланты... О! Могу таланты прокачивать. Так. Вы можете адвоката, кредит банки, один кредит... А, это цена 75 за талант, да? Нет, я не хочу кредит. Идите к пустым землям в городе и покупайте их. Можно строить... Вот это я хочу. Отлично! И хочу гладить... Собаку. Да. Так. И, наверное, теперь вы можете получить кредит в банке. Ну, давай прокачаем. Эээ! Вы должны купить собачью будку. Так, а где пустые места в городе? Вот пустые места. Можно купить место и построить там дом. Интересно, сколько стоит место. Спасибо. Давай деньги. Куплю участок. Попробую построить, друзья, дом. Так. Да... Два семь... Но я недостаточно пока богат, да? Угу. Ну, пса-то погладить хотелось бы. Я хочу погладить пса, друзья. Ладно, у нас достаточно денег, чтобы купить будку, я думаю. Пятьсот баксов. Отлично. Всё, а теперь можно поехать туда и погладить пса. И он станет нашим. Наверное, так это и работает. Бывает, знаете, собака увязывается за человеком. И это увяжется за нами. Ааа, ты мой хороший пёселька. Писюлечка ты мой. Пёсенька. Писюлькин. Я тебя буду называть Писюлькин. Э-э-э-э-э... Тебя буду звать... Пё-сюль-кин. Писюльк. Ну, Писюлькин почему нельзя? Писюля. Писюля, ты будешь мой Писюля. Ха-ха-ха-ха. Пошли, Писюлькин. Ты со мной пойдёшь. Какой хороший пёс. Писюля теперь будет с нами, друзья. Смотрите, у нас есть Писюля. А как его погладить? Чтобы рука появилась и чтобы я гладил его. Было бы классно. Ах ты мой писюля. Ладно, тут мы закончили дела. Давайте заглянем в казино. Попробуем заработать. Писюля почему-то за нами больше не идет. А, можно купить эту машину. Держи, племянник. Я хочу купить твою машину. Ты должен быть большим человеком, чтобы иметь это. А что, я небольшой человек? Ой, что тут творится? Так, ладно, я могу поиграть? Абсолютно не знаю правила этой игры. Абсолютно. Ну, наверное, крутишь рычаг, оно выпадает и супер. Что это за кнопки, я не знаю. Ну, поехали. Сколько? А, не так уж дорого. Минус 50. Ну, это недорого. Минус 50. Тысячу выиграли. 25. 25. Ну, мы побеждаем даже иногда. Ну, еще раз давай. Так, три черешни, это разве не много должно быть денег? Ну, что-то... А, это выравнивается, оно обратно. Что-то не особо везет. Ах, 10 тысяч бы выиграть. Давай еще раз. Ну, не, это разводилово. Я всегда знал, что казино, это разводилово. Что, это я вообще не умею играть. Это что, это карточное что-то? Блэкджек. Я не умею играть в Блэкджек. Я не буду, я не умею. Абсолютно не знаю правил. В общем, единственное, что однорукий бандит. Я мог бы с ним поиграть, но... Нет. Ладно, не мое это, не мое. Писюля, ты здесь. Ты пришел, нашел меня, да? Ты шел, шел и нашел меня. Мой ты хороший Писюля. Поехали домой, дружище. Поехали домой. Покажу тебя жене. И она скажет, ничего себе, ничего себе. У нас Писюля. А я скажу, нет, это Писюлькин. Просто имя неправильное. Питомник. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Писюлькин, друзья. Класс. Так, ладно, пора ложиться спать. Уже шесть вечера. Я думаю, это довольно поздно. Там у нас никто не пришел в офис. А давайте в офисе приберемся. Почему бы и нет. Так, это желтый мусор. Хотя это не металл. Это пластик же? Явно это пластик. Где у нас тут пластик? Да, дают за это... Всякие штуки. Это тоже пластик. Денег дают. Надо выкидывать правильно и будут давать деньги. И это приятно. Ну, теперь-то уж точно. В ближайшее время можно будет нанять бухгалтера. Но денег пока на это не хватает. Ладно, помчались домой. Попрошу еще у жены денег. Вдруг даст. Типа два раза в день. И это пассивная прибыль хорошая. Жена? Ты же поработала сегодня, да? Здравствуй. Я в порядке, а ты как? Я прекрасна. Хорошо, что с тобой все хорошо. Можешь дать мне денег? Боюсь, любовь моя у меня нет денег. Хорошо, дорогая. Пойдем спать? Как дела? Как ты? У меня был тяжелый день. Не обращай на меня внимания. Я могу быть чем-то полезна тебе. Пошли спать. А, ну ладно. Вы не можете спать днем. Вы можете спать только ночью. Жена, а что мы будем с тобой делать, пока спать нельзя? Я в порядке. И у меня все хорошо. Скучаю по тебе. У меня кое-что на уме есть. Что это за вещи? Я хочу побыть с тобой сегодня ночью. Но у меня нет на это сил. Ладно. А ребенка когда мы будем делать? Сил у нее видеть или нет? А ребенков кто будет заводить? Заведем собаков. Собаков завели. Рыбов заведем. Ребенков. Котов. Всех нужно завести. О, стемнело наконец-таки. Можно лечь подремать. Показалось. Можно лечь подремать. А завтра, если все пойдет хорошо, если плюс жена даст денег, купим либо новый дом, либо участок. Но если мы купим участок, да, у нас будет участок. Это круто. Вопросов нет. Но где мы возьмем деньги на строительство дома на этом участке, это уже вопрос другой. Понимаете, да, о чем я? Так что придется пока повременить с участком, думаю. Такие вот, друзья, дела. Поехали собирать деньги в Нотинг-Хилл. И посмотрим заодно, сколько стоят соседние дома. Было бы неплохо все дома поблизости скупить. Этот дом не продают. Очень жаль. Это наши деньги. Пока не вижу, да, продавцов, которые продавали бы, а они не продаются. Тут не обозначены дома. То есть купить их пока нельзя. Видимо, там раз в какое-то время они выходят на улицу, говорят, все, мы хотим продать. Вот тут стоит дом. Прям в углу, да, в закоулке. Очень удачное расположение, потому что мимо проезжать дома не будут. Тут только твоя машина стоит, дома не будут. Машины не будут проезжать. Тут только твой дом стоит. Ты можешь припарковаться, никто тебе не мешает. Сколько стоит? 16. Ксюха. Ну, честно говоря, у меня пока нет таких денег. Я пока откажусь. Я сдался. А где у меня курсор? Все. На этом, друзья, мы с вами остановимся. Надеюсь, видос вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока и счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok